В эти минуты в центре Киева обострилась обстановка. Настоящие уличные бои между сторонниками оппозиции и спецназом продолжаются в украинской столице уже больше суток. С обеих сторон пострадали несколько сотен человек. Оппозиционеры требуют отменить принятые на днях законы ужесточающие ответственность за уличные акции и призывы к ним в интернете. Сегодня власти заявили, что готовы встретиться с протестующими. Из Киева к нам присоединяется Айрат Шивалиев. Айрат, как обстановка на этот час? И все-таки начались ли те самые обещанные переговоры? Но с наступлением темноты здесь, на улице Грушевского, оппозиционеров количество только прибавилось. Люди подходят и группами, и поодиночкам. Ну а события не меняются уже больше суток. Наверное, вы сами слышите непрекращающуюся канонаду. В общем, это такая полномасштабная война, полномасштабные боевые действия в самом центре украинской столицы. Несколько тысяч оппозиционеров, это такое правое крыло оппозиции, осаждает, продолжает осаждать укрепление милиции, которое в правительственный квартал не пустит, куда митингующих. И оппозиция забрасывает укрепление милиции. С бутылками и зажигательной смесью, петардами и просто камнями разобрана полностью брусчатка на этом месте. Разумеется, им с другой стороны отвечают взаимностью. Милиция раз в несколько минут применяет слезоточивый газ, применяет гранаты шумовые и световые, и применяет уже сутки резиновые пули. В последние вот эти минуты, такие кулибины от оппозиции, достраивают свое новое грозное орудие. Это такая деревянная средневековая катапульта, которая, как рассчитывают оппозиционеры, увеличит эффективность их воздействия на укрепление милиции. Сегодня действительно впервые за сначала этих беспрецедентных событий в центре Киева к нации обратился Виктор Янукович. Он осудил события, которые происходят здесь, на улице Грушевского. Сказал, что они разрушают и раскалывают страну. Сказал, что власть встанет на защиту мирных граждан. И в то же время призвал оппозицию сесть за стол переговоров. Собственно говоря, эти переговоры были инициированы еще накануне. Виталий Кличко, один из оппозиционеров, отправился в резиденцию Януковича, где они договорились о начале переговоров, которые должны были начаться сегодня, во второй половине дня. Но пока не так они начались. Вот только что стало известно, что несколько человек с Майдана, активисты Майдана, это пока даже не лидеры оппозиции, отправились к представителям власти, чтобы начать готовку к этим переговорам. То есть это такая техническая пока работа, и сами переговоры не начинались. Но даже если они начнутся, наблюдатели опасаются, что, в общем-то, возможно, улица легитимность этих переговоров не признает, потому что события последних показали, что, в общем-то, ситуацию в центре Киева сейчас не контролирует целиком ни украинская власть, ни сами лидеры оппозиции. Все два месяца, что длится Майдан, его лидеры неизменно подчеркивали мирный характер протеста. Последние сутки сделали эти слова бессмысленными. Такие кадры зритель привык видеть в репортажах из горячих точек. Утро после боя на улице Грушевска в отступах к правительственному кварталу. Ряд из сгоревших дотла милицейских автобусов, дымящиеся постройки стадиона «Динамо», разобранная брусчатка, земля, усыпанная резиновыми пулями. Выступления лидеров оппозиции на воскресном митинге разочаровали часть собравшихся на Майдане. Они двинулись пикетировать кабинет министров и Верховную Раду. Уже через 200 метров их ждало препятствие, строивая на служащих внутренних войск и бойцов «Беркута». Несколько сотен активистов, преимущественно из правого крыла оппозиции, бросились на штурм. Сначала раскачивали милицейские форексы, били стекла, потом с помощью машин таранили оцепление милиции. Запылал первый автобус милиции. После взрыва бензобака он сгорел за считанные минуты. Потом подожгли еще три. Лидеры оппозиции пытались вернуть людей на Майдан, но безуспешно. Яценюка митингующие оскорбили словом, Кличко делом, применив против боксера порошковый огнетушитель. Агрессию было уже не остановить. В милицию летели камни и коктейли Молотова. Другая страна хоть и не шла в наступление, но тоже не экономила свой арсенал. Раз в минуту в толпе взрывались гранаты, шумовые и со слезоточивым газом. Людям без противогазов и респираторов, в первую очередь, пришлось несладко. Площадь быстро превращалась в каток. Милиция утверждает, что поливала водой горящие машины. Применять водометы против людей при 10-ти градусном морозе запрещено. Был взят в плен один из сотрудников Беркута. Его с переломами чуть позже отбила милиция. Медики и волонтеры оказывали помощь раненым. К ним обратились более 20 митингующих и четверо журналистов. МВД говорит о 70 пострадавших сотрудниках милиции и внутренних войск. На события начал реагировать Запад. Правительство ослабило основы украинской демократии, введя уголовную ответственность за мирные протесты. США продолжают рассматривать дополнительные меры, в том числе санкции, как ответ на применение силы. Собравшиеся здесь готовы к тому, что в любую секунду может начаться силовая акция против них и стороны правоохранителей. Собравшиеся здесь насторожило то, что буквально через несколько часов, с ноля часов, вступает в силу новая инструкция МВД, которая разрешает подразделение Беркут использовать в таких случаях против демонстрантов огнестрельное оружие. То есть, в общем-то, здесь готовы к любому развитию событий. Саша. Спасибо. Спасибо. Я рад. Будьте осторожны. Рад Шевалиев следит за ситуацией на улицах Киева.